Вот оно чудо природы. Тает снег, а вместе с ним асфальт. И чем теплее дни, тем меньшее это направление на деревню Кариновка становится похожим на дорогу. Кругом грязь, строительный мусор и ямы всех мыслимых и немыслимых размеров. Большегрузный транспорт, проходящий по этой дороге каждый день, окончательно разбил ее. Водители, проделав путь в несколько десятков метров по бездорожью, не скупятся на выражение. Других слов не нахожу. Трехэтажно, можно сказать. Отдыха никакого, одни нервы. Ужасная дорога, ужасная. И на протяжении уже двух лет она такая. Ломается машина. Дорога военная. Каждый день я проезжаю по этой богом забытой дороге. Это катастрофа, ребят. Просто надо жаловаться, ругаться и просто не прозить налог за машину. Правильно? Согласно ГОСТу, на дорогах допустимо наличие просадок и выбоин, предельные размеры которых не превышают по длине 15 сантиметров, ширине 60, а глубине 5 сантиметров. А вот это видео нам прислали наши телезрители. Оно было сделано в минувшие выходные. Мы нашли это место. Здесь произошло обрушение дорожного полотна. Теперь водителям приходится еще снижать скорость для прохождения препятствий. Комментарии о качестве дорожного полотна можно найти и на портале Добродел, где каждый из нас может внести свои предложения, сообщить о проблеме, ну или выразить благодарность. Протяженность дороги 3 километра. Это расстояние по ямам и выбойным мы проезжаем 20 минут, если повезет не застрять. На дороге ямы глубиной по 30 сантиметров. Сегодня передо мной застрял КАМАЗ. Требую от лица жителей всех ближайших деревень немедленно отремонтировать дорогу от деревни Калиновка до города Видное. И не ямочный ремонт, а капитальный, в котором дорога нуждается уже далеко не первый год. Ремонт, проводящийся на дорогах ранее, всегда некачественный. Через одну-две недели все ямы опять на месте. Мы пользуемся этой дорогой постоянно. Отвозим по ней наших детей, Видное, в школы, в сады, в поликлиники. Просим в кратчайший срок отремонтировать качественно дорогу и обеспечить нам и нашим детям безопасное по ней передвижение. Там же на сайте можно найти уведомление о том, что работы по ямочному ремонту дорожного полотна на данном участке запланированы на второй квартал 2016 года. Второй квартал ждать недолго осталось. Ждать и надеяться, что за это время асфальт не уйдет под землю еще сильнее, а проезжающий мимо водитель не нырнет в кювет, случайно не заметив обрушений. Екатерина Чернышева и я, Даме, Видное ТВ.